События книги «451 градус по Фаренгейту» разворачиваются в XXIV веке и представляют собой новый мир, в котором контроль над людьми со стороны средств массовой информации, перенаселённость и цензура взяли верх над населением. Индивидуальность неприемлема, а интеллектуальность считается вне закона. Произошла замена привычного представления о семье. Пожарный теперь рассматривается в другом аспекте. Он – уничтожитель книг, а не защитник от огня. Книги приравняли козлу, ведь они заставляют человечество сомневаться и думать. Люди живут в мире, где нет ни капли понимания истории или уважения к прошлому. Рэй Брэдбери отображает мир через персонажа Гая Монтега, главного героя произведения. История начинается с провоцирующего инцидента, в котором Монтег знакомится с Ларисой Мак-Лэ-Лан. Монтег – пожарный, который зарабатывает на жизнь уничтожением книг. Однажды он идёт домой с работы, когда с ним заводит разговор героиня Клариса. Полная противоположность теми, кого главный герой когда-либо встречал. Она молода, красива и энергична. Но, что более важно, она беседует с ним о вещах, о которых он никогда не задумывался. Её любознательный характер очаровывает. Она размышляет о таких вещах, как счастье, любовь. И, что более важно, о содержании книг, которые он сжигает. Сначала Монтег пытается игнорировать её вопросы. Но всю оставшуюся часть пути домой он не может выкинуть девушку из головы. Однако при входе в его дом её изображение быстро стирается. Монтег входит в спальню и находит пустой пузырёк из паснотворного, лежащий на полу рядом с его кроватью. Он обнаруживает, что его жена Милдред намеренно или нечаянно приняла передозировку таблеток. Он вызывает врачей. Незнакомцы приезжают на своей машине, чтобы спасти его жену. На следующее утро Монтег пытается обсудить то, что произошло накануне вечером. Но его жена не заинтересована ни в каком обсуждении. Она избегает вопросов Монтега. Вместо этого старается сосредоточиться на новом сценарии, который получила для интерактивной телевизионной программы. Монтег озадачен, но он всё равно отправляется на работу. По пути главный герой снова встречает Кларису и начинает размышлять о таких вещах, как дождь или что представляют собой одуванчики. Он входит в пожарную часть и сразу же сталкивается с механической гончей, которая на самом деле рычит на него. Из-за этой короткой встречи Монтег понимает, что пёс не любит его, на что он быстро указывает своему товарищу пожарному капитану Битти. Прошло несколько дней после последней встречи Монтега с Клариссой. Во время одного из своих последних разговоров Монтег узнает, что она опасается своих сверстников. Клариса отметила, что раньше их мир был совершенно другим. Однажды в пожарной части сотрудники получают сообщение о том, что пожилая женщина спрятала в своём доме книги. Уничтожители мчатся к её дому и начинают избавляться от контрабанды. Монтег убеждает женщину покинуть дом, так как всё здание вскоре будет разрушено. Она отказывается оставлять свои драгоценные книги. Дом вместе со старухой и её книгами поджигается, но не раньше, чем Монтег крадёт одну из книг. Позже той же ночью главный герой пытается обсудить день с Милли, но её это не интересует. Во время разговора Монтег узнаёт, что Клариса погибла в автокатастрофе. Главного персонажа удивляет визит Битти. Каким-то образом капитан знает о книге. Битти долго беседует с Монтегом и подчёркивает, что у каждого пожарного возникает желание прочесть книгу в какой-то момент своей карьеры. Капитан также говорит, что хотя он может хранить книгу в течение 24 часов, он должен вернуться к работе с книгой в руках, чтобы её можно было должным образом уничтожить. После этой встречи Монтег показывает Милли тайник с книгами. Затем убеждает Милли сесть и почитать с ним. Во время чтения Монтег пытается поговорить с Милли о содержании книг, но обнаруживает, что она не может и не хочет понимать. В этот момент Монтег вспоминает старого профессора английского языка Фабера, которого он встретил в парке. Монтег решает навестить Фабера, чтобы лучше понять книги. Старик изначально с опаской встречает Монтега. Фабер беспокоится, что Монтег пришёл сжечь его дом и книги, но быстро успокаивается, когда видит Библию Монтега. Во время разговора Фабер соглашается научить Монтега и даёт ему специальное радио из ракушек для поддержания связи. Монтег возвращается домой и обнаруживает у себя дома миссис Фелпс и миссис Боулс, двух подруг Милли. Чувствуя смелость, главный герой решается просветить их, прочитав Дурский пляж. Но вместо этого создаёт себе проблемы, потому что пугает этим женщин. Они убегают из дома в слезах, а Милли в ярости из-за устроенного спектакля. Монтег возвращается к работе и даёт Битти книгу, которая тут же сжигается. После продолжительного обсуждения с капитаном на станцию поступает сигнал тревоги. Пожарные спешат разрушить соседний дом. Когда уничтожители останавливаются перед несчастным зданием, Монтег с удивлением видит собственный дом. Вскоре капитан приказывает Монтегу разрушить дом и арестовывает его. Монтег получает извращённое удовольствие от разрушения дома, особенно телевизора. А в следующие моменты главный герой убивает Битти, используя тот же огнемёт. Механическая гончая атаковала Монтега, прежде чем он успел сбежать. Монтег бежит в дом Фабера в поисках защиты, но быстро понимает, что подвергает друга опасности. Таким образом он останавливается в доме товарища Блэка. Главный герой принял решение спрятать книги внутри дома, дабы изобличить его. Затем Монтег всё-таки добирается к дому Фабера, где получает совет бежать вниз по реке. Ведь его ищет ещё одна механическая собака. Монтег мчится к реке в надежде избежать поисков. К тому времени, когда механическая гончая достигает реки, след Монтега теряется. Он благополучно плывёт по реке в группе таких же изгоев общества и преступников, как он сам. Монтег выходит из реки и тут же находит группу, о которой ему рассказывал Фабер. Он встречает непризнанного лидера группы, Грейнджер, которая приглашает Монтега присоединиться к ним. Главный герой наблюдает по телевизору как невиновного человека, который просто прогуливался по улицам города, намеренно идентифицирует как Монтега и убивает на глазах у всей телеаудитории. Группа решает уйти со своего нынешнего места. И пока они идут, Грейнджер объясняет цель группы преступников. Они сохраняют книги, запоминая их содержимое, а затем уничтожают их. Книги невозможно забыть, ведь каждый человек в группе – их живая версия. Монтег становится книгой Екклесиаста из Библии. Пока мужчины продолжают свое путешествие, Монтег и Грейнджер наблюдают, как бомбы падают на город и уничтожают все на своем пути. Последняя война началась. Хотя мужчины убегают из города, они без обсуждения решают вернуться в город во главе с Монтегом.